На полях Кубани начались уборочные работы первой овощной культуры – зелёного горошка. Дождливая весна поспособствовала урожаю. Сезон совзревания зелёного гороха от посева до сбора всего 45 дней. Поэтому фермеры работают круглосуточно. Владелец крестьянско-фермерского хозяйства в хуторе Маевском Вячеслав Акопян в этом году впервые за всю свою фермерскую деятельность выращивает зелёный горох. Ровно месяц прошёл с момента посева. Сейчас урожаи активно убирают с площади около 60 гектаров. Сорт славянский фермер выбрал отечественной селекции – беркут. Планируемая урожайность – 55-60 центнеров с гектара. На сегодняшний день на территории работы два горохоуборочных комбайна. Ориентировочный срок уборки – около двух суток, так как уборка будет идти и ночью в том числе. Горох – культура, которая перезревает очень быстро. Поэтому работа здесь кипит даже ночью. Специальные комбайны собирают, очищают горошины от стручков и засыпают в кузовы грузовых машин. В этом году выдались благоприятные условия для выращивания гороха. Обильные дожди и высокая температура – всё это позволяет рассчитывать на хороший урожай. Кстати, о сбытии бобовых фермер позаботился заранее. Перед посевом сельхозкультуры он заключил договор со Славинским консервным комбинатом. Теперь полученный урожай непосредственно сразу после уборки отправится на перерабатывающее предприятие для последующего консервирования. Вся грузовая техника, которая способна перевозить зелёный горошек, сразу отправляется на технологическую линию по производству зелёного горошка. И уже через два часа будет закатана в банки для дальнейшей реализации. К слову, на консервном комбинате современные автоматизированные линии европейского производства перерабатывают горох со скоростью 900 банок в минуту, что составляет до 400 тонн гороха в сутки. В среднем комбинат выпускает свыше 30 миллионов банок консервированного горошка в месяц. Готовая продукция вскоре попадает на прилавки магазинов. Славинский фермер уверен, та, что выращена на его полях, будет пользоваться особым спросом. Во-первых, она экологически чистая, а во-вторых, выращенная из отечественных семян.